а здраньки блэ граждане гражданки с вами я мари турса вы меня на канале и у нас сегодня гость из солнечных мест это гиви пантер название видео будет соответственно такое знаете тоже как бы такой мастер гор а как звучит практически как песня я бы даже сказал что можно какой-нибудь то сделать там давайте выпьем за гиви который у нас является мастером гор на самом деле это видео принес один из прислал мне один из моих подписчиков с ником лончик 2014 и в общем то я сначала подумал ну что такое ну очередное видео про арту который у нас как бы в игре не все любят и не все как бы ценят кстати говоря я лично отношусь к карте как необходимому злу единственный момент конечно который можно было посоветовать с разработчиком таки сократите уже все-таки реально вот в игре а до двух арточек как бы и тогда будет все отлично вот смотрите нас же игрок сводится по 29 мы видим из рипа что в общем-то скорострельность перезарядка у него где-то около 22 секунд на 21 94 вот поэтому в принципе что вообще-то мы помним и любим я вообще до того как гиви пантер был переведен на следующий уровень я вообще считаю что это одна из самых нам просто имбови шик было арточек вот на своем уровне но потом естественно ввелись французы и скажем так позиции гиви пантера немножечко пошатнулись ну как бы туда-сюда но это все-таки одна из просто великолепнейших машин это тема тем просто я бы так сказал и что самое интересное почему же как бы и мастер горну потому что давайте немножко поспойлерим что все-таки игрок наша займет естественно получит мудальку мать ну отметку мастера вот только что он наносит еще и упрямому имели урон и кстати говоря нехилый а вот то есть он получит от помогает помогает ему посмотрите союзники в общем получит отметку мастера на этой машине но самое интересное что он получит мудальку город то есть необходимо в десять раз в десять раз при нанести урон по технике противника в десять раз превышающий в общем-то прочность собственной машины так он мы видим что 3 360 прочность гиви пантера значит нужно нанести я так понимаю у нас математика вообще всегда были проблемы поэтому я так считаю что где-то на районе 3 3600 нужно нанести по технике про землю что в общем то сделать данную медальку вот и видим что карающим практически мечом наносит повреждения техники противника наш игрок а и вот смотрите в общем то складывается нормально 4 3 в пользу как бы нашей команды то есть опять 29 не понимает что же происходит тоже его таким вот образом обкидывает я даже сказал то соответствующей субстанцией но в общем то держит держит позицию потому что он видит он видит что где-то там а 44 и нельзя просто дать пройти карте но это его действительно меня кстати чем еще заименательно это больше посмотрите 3 арты 3 арты в обеих командах и то есть медаль гора это это да ведь арточки как бы они же вроде как должны играть в сцепке то есть кстати говоря наш игрок постоянно метит цели то есть которые по которым он наносит урон единственное что я так вот из рипа не очень понял возможно у него не стоят вообще никакие модификации или или я даже не знаю ну скорее всего потому что им явно не видит тех противника которые у него засветились на карте но и остались в общем то на тех позициях вот обратите внимание сейчас и суха 152 и арта которая в плане против станет уху все раза шай спартак короче хрен знает как прочитать этот ник но тем не менее запомнил игрок что где-то здесь стоит противник вот но я чувствую что вот он он практически своим всевидящим оком лазит лазит вот не заметил он только что как пошел трассер справа от ну если смотреть на экран то с правой стороны и вот в общем то пытается он поутюжить немножечко видимо кустики но что-то ему не дает я не понимаю что ждет я бы например от 18 снарядов в общем то осталось у него в копилочке это только основных плюс еще дополнительных 5 то есть золотых да можно было бы немножечко тремя четырьмя снарядами скажем так под рельефчик то на стороне противника несколько погладить погладить рельефчик тем более кустики здесь замечательные знаменательные правда конечно упавших деревьев я вот не вижу но тем не менее где-то с 10 противник и вот в принципе сейчас он наведен чуть-чуть еще правее и он будет прямо таки на арте но видимо ждет наш игрок когда же будет засвет или когда будет а он ждет трассера но все правильно ну я бы но я бы все-таки говорю погладил немножечко рельефчик ландшафтчик я сказал заделался бы немножечко ландшафтным дизайнером вот так можно было бы выразиться если вы не позволите итак 90b шведская птх и пытается что-то там сделать но получает плюху от исухи из в общем то с полным фулл хп уходит в ангар ну чё ж теперь 8 8 достаточно противоречиво складывается обстановка на карте потому что посмотрите а противник явно ушел в глубокий деф у нас же здесь явное преобладание птх и три арты в общем то от 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 видели 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 только что упала елочка ну что созреет наш герой для выноса мозга противнику созрел созрел пошла плюха пошла ну не знаю не знаю в общем то явно что за захода в череп противника не было но где-то может быть рядом может быть близко кстати надо вот сейчас отражает счетчик что всего лишь на всего семьсот девяносто один по домашке и 603 в общем то по помощи команды ну понятно понятно стерва имеет ввиду что где то там есть враг сидит он там на юдисе или может быть на вафле или может быть и ну и сухо так и будет прятаться в лесу я считаю что ей оттуда как бы скорость не позволит куда то там дернуться опять опять контролит кустики ну я его я его понимаю конечно здесь вот 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 пошел трассер прямо из угла это он конечно зря зря выстрел и наш игрок тут же меняет позицию ну в общем то я так думаю что и контролит контролит скорее всего враг его ну хотя нет хотя нет ни одного взрыва не последовало поблизости и посмотрите посмотрите добивает видимо наша союзная арта уж не знаю в то же место она чпокнула или где-то поблизости и видим что сейчас вот светится у нас ваффентраген это кто кто это нет это не ваффентраген это кто то другой это 90 б и и и сведение очень ой как как долго как долго можно было бы раньше перевестись и в принципе в принципе тогда а наше стерва 103 скорее бы от исухи может быть не погибла и так вот она вафелька здравствуйте пошел снаряд пошел снаряд он скорее всего достигает конечно же своего своей цели ну да видно что в общем то противник на кернин еще туда же сведение в общем то разброс осколков позволяет еще нанести домашку скорее всего вафли никуда не дернется да куда и дергаться тут уже в принципе обложили со всех сторон 10 9 10 9 явно команда нашего игрока ведет в счете то есть можно сказать но посмотрите а ведь пхп пхп они достаточно втрепывают я бы сказал практически в 900 хп или даже можно сказать ближе к 1000 я вот вот так вот выразился ну что будет да 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 вот она пошла вафелька стой вафелька стой выстрел юдаса уносит вафлю в ангар но тут же тут же вражеский юдаса наносит ответный удар и в общем то мстит за своего союзника где ты где ты в общем то посмотрите сейчас когда пойдет за свет мы увидим что и суха 152 и вот су-14 тире 1 в общем то они никуда не поползли они стоят на своих позициях как вкопанные я еще раз повторяю вот смотрите и суха именно там и стояла где она была засвечена до этого никуда не двигалась вообще просто тупо стояла монолитом я еще раз повторяю вот при наличии большого количества снарядов на арте можно поутюжить можно заставить врага понервничать но обсуждать нашего героя здесь бесполезно поскольку в конечном итоге это именно он сделал эту битву ну вот сейчас я не очень понял я здесь не видел ни трассера ничего то есть почему именно этот это место для нанесения удара было выбрано я откровенно говоря в замешательстве посмотрите стерва с 1 29 хп просто ни о чем давайте посмотрим еще где у нас еще наши союзники так лора 155 заняла интересную позицию ну в общем то три арты и 1 пт . да на 2 на одну машинку побольше и в общем то есть все шансы на выигрыш сейчас если вот если 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 что же сделать я бы например сделал бы так вот я бы на лоре конечно бы уф-уф-уф ну вот посмотрите я же говорил что они даже не меняли свои позиции то есть они как стояли так и стояли то есть можно было бы накидать им еще до того но вот решил наш в общем то игрок немножечко пошухариться видим видим юдаса наносит ему еще один удар и вот он домашка на двести семьдесят два зашла неплохо неплохо в отличие скажем от наших союзников которые смогли его только замедлить ну то есть нанести ему такие вот ну ой 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 а ведь я даже в горячке боя не заметил только что только что была снесена наша пт . то есть с 1 стерва и остается в общем то три против двоих но на их стороне юдас а юдас это знаете ли не вам не хухры-мухры это быстрая точно и зверски опасная машина посмотрите m53 55 светится от нашей арты она наносит отличный домашек ну давай давай шлепни ага вот не выдерживает наш бетчат но наш игрок он с остальными гигантскими я бы сказал трехомудиве я бы так выразился даже вот он сведение выстрел ну явно явно был дамаг но к сожалению противник не уходит в ангар не уходит лончик лончик мы держим за тебя пальцы давай уже гни гни рандом под себя ну что опасный момент поскольку все таки только что юдасом была уничтожена таки наша лора которая несмотря на свой отличный проход хороший засвет и домашку нанесенные по 53 55 тем не менее не справилась со своей задачей в общем то перевес значимый к сожалению не принесла команде а посмотрите ведь бетчат тоже очень неплохо накидал 33 фрага у него это это да арта делает это двое в общем то всем тем кто не любит и недооценивает арту ну что я могу сказать этот класс техники имеет имеет шансы она как бы на то чтобы на существование и на то чтобы быть запечатленным практически в этой игре так ну что очень очень напряженный момент поскольку две минуты остается даже дай где две гораздо меньше уже полторы минуты до конца боя и вот он светится юдас юдас засветился да ты ж боже ж ты ж мой еще же мы будем делать смотрите бетчат бетчат выхватывает выхватывает и наш о боже наш игрок один на один захват цели выстрел до 537 просто муа когда смотришь на такие моменты сердце радуется и просто переживаешь неимоверно как как так вот как какая пруха какие звезды должны были сойти сегодня того чтобы нашему игроку так поперла на поле я я лично от себя могу пожелать только всем такого такой удачи неимоверный и сейчас выход выход практически один на один м 53 на м 55 остается 44 43 в общем-то ничего не остается до конца боя и наш игрок очень медленно движется скорее всего не успеет конечно до достана противника и посмотрите вот она 53 сведение цель захватена выстрел ну давай смотрите практически в миллиметрах прошла прошел снаряд противника а наш игрок уничтожает цель 4 фрага медаль гора то есть это по счетчику видно что 1802 хп но мы то знаем что если медаль гора значит 3 более 3 600 просто по домашке нанесено согласитесь когда сейчас арту порезали это очень это очень значимые этой значимые цифры я так сказал и все это это да это плюс это гигантский палец вверх это лайк которым неимоверный таких игроков такое такого схождения скажем так звезд над этими игроками побольше бы с вашей стороны команды потому что тогда вам всегда будет сопутствует успех в общем то всем кто смотрел спасибо за внимание бой действительно достойно для того чтобы зайти в анналы поэтому всем вам благодарствую спасибо за внимание всем удачи всем парада чуть не забыл подписывайся на канал если вам понравилось это видео оставляйте свои комментарии лайкосы не забудьте обязательно чтобы поднять это видео поверх можно сказать толпы чтобы толпа наблюдала за тем как наш игрок просто разнес разнес команду противника поэтому заходите в социальные сети делитесь этим видео со всеми со всем всем удачи всем пока и до зустрича